Мы как раз говорим о том, что о эквизиции, да, мы говорили о переменах. В это же время примерно как бы начинается борьба, вот мы говорили с мусульманами, которые уже захватили много территорий. В начале примерно 11 века начинаются первые христовые походы. И причиной первых христовых походов были защита христианских ценностей и тех мест, где были завоеваны уже ордой мусульман, арабской ордой. Позже оно превратилось в захват святой земли. И в это же время как бы страдали большинство евреев, которые находились в святой земле. Как бы прыгаем от восточной до западной церкви, да. Мы говорим о 15 веке, перемены, которые приводили. Это начало реформации. Что удивительно, среди иудейского народа также начались небольшие такие волнения. То, что начались группы каббалистов, это одна часть, это мистики. Это 11, это 10 век, это вот этот век. Но это не самое страшное было. Самый момент периодических движений – это выявление новых мессий постоянно. Среди еврейского народа поднимались мессии о том, что Ишо говорит, и придут лже-мессии, то есть антихристы. Обращаясь к тому, что будут вне настоящего, который умрет и воскреснет, будут другие. Что произвело разделение между иудеями и евреями, которые верили, что Ишо – Мессия. Это большое разделение было. Один из таких деятелей, который остался в истории еврейской культуры – это Шаббатай Цви. 1670 год примерно. Он в 69-м родился, но был этот год. Он был прекрасным учеником Торы, был хорошим учителем. И в империи османской, он жил-то, Смирно. Он организовал группы такие по изучению Торы и всего остального. Нет, он среди евреев. В евреи жили в османской эфире. Среди своего народа, да, действительно. Хотя он родился, извините, в 1626 году. Но через некоторое время, после начала своего как бы мессианства такого, он был изгнан еврейским народом за то, что он как бы начал смешивать некоторые религии вместе. Он очень хорошо знал такую книгу, как «Заар». Это одна из книг каббалы такой. Знаете, Зоар, Зоар, да. Лучше не читать. Он любил очень молиться, медитировать. Он любил очень молиться, медитировать. Попав на обитованную землю из Турции, примерно Греции, Турции, там как бы одно и то же там почти было в то время, Османской империи, он попал в Газум, где познакомился с молодым раввином Натаном. Который прославился тем, что он исцелял душевно больных людей. И внезапно этот раввин после разговора, после общения с Шаббатаем Цви увидел его такое, что он мессия. Особенно потому, что там были совпадения, в каком году он родился, когда он родился, эти вот мистические, все каббалистические знаки. Но через время все движение, оно получило крах. Потому что Шаббатай Цви публично провозгла всю себя мессией. То есть, понимаете, это опять чревато для... Остался Шаббатай Цви потом в Дамасске, Алепа, потом поехал в Смирну обратно. И, будучи изгнанным, через время он принял мусульманство. Он смешивал как бы и мусульманство, и еврейство вместе. Так произошли как бы такие волнения. Есть много историй о нем, но... Я говорю это по причине того, что остатки таких маленьких групп, которые пытались смешать разные религии, оставались фактически до конца XIX века. Ну да, они там движение устраивали. Но это очень как бы... Почему я говорю об этом? Если вы посмотрите, эти все перемены, изменения в христианском мире, начало реформации, начало как бы движения среди мусульман, разделение церкви, перемены, которые... Вот начались эти реформы, и при этой реформе приходят и реформы некоторые в еврейское общество. Хотя оно очень было жестко своим правилам, мы встречаемся с многими людьми, которые пытались изменить направление, которое находилось тогда в еврейском обществе. И одно из движений, которое мы называем в сегодняшнее время хасидизм, тоже начинается уже в XVII веке. И немало известный в кругах еврейского народа был такой, как Яков Франк. Тоже он родился в 1726 году. Все это уже начинает развитие в 1726 году. Вот среди еврейского народа начинается хасидизм через Бешта, Башемтов, да, и среди еврейской диаспоры, Польско-Венгерской империи, Астана-Венгерской империи, Польской тоже там части. Фактически в то время основной контингент еврейского народа был преследован, и они остановились вот в Венгрии, Польше, Литве, вернее, Литве, и тогда еще была польская территория, Украина. И вот новые перемены, которые ощущались в Европе после Мартина Лютера, это были Иоанн Баптисты, Меннониты, потом еще другие малые группы, которые сделали, ну, будет раскол на расколе уже были, начались движения такие, были преследуемы, они выезжали в разные страны мира, но все эти группы, они очень сильно, вот новые группы, они как-то хорошо относились к евреям, к евреям, кроме, 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 вообще, как евреям, кроме Иоанна Баптистов, они так не очень дружили с евреями, но, если вы слышали о моровийских братьях, слышали, да, движение в Германии, а их задача, их целевой задачей было, как бы, проповедить Евангелие везде, но особенно они поддерживали еврейский народ, евреев, они выкупали их из рабства, они выкупали из их долги, они помогали им выживать, таким образом поддерживали божий народ молитвами, их молитва продлилась, беспрерывная молитва, сто лет, сто лет, моровские братья, да, как бы, это общий такой момент, и на этом фоне, услышите, пожалуйста, на этом фоне происходит нечто, еврейское общество разделяется, как бы, на две половины, богатые, влиятельные, некоторые, более светские, потому что начинается прогресс науки в Европе, и на тех евреев, которые были в, как бы сказать, в селениях, тех работников в селах, как говорится, на полях, разница между бедными и богатыми евреями, маленькими группами и вельможами, которые держали вот всю позицию. Тогда вот начинается движение, мы называем это хасидизм. Если вы хотите больше узнать об истории раннего хасидизма, вы можете почитать, есть такой Игорь Туров, называется ранний хасидизм. Сейчас, сейчас я вам расскажу. Рави Яков Бен-Элизар, Яков Бен-Элизар, он родился на Украине, на Подоле. Да. Позже ему дали имя Бешт Бал-Шем-Тов, хозяин доброго имени. Похоронен он в Меджибыжи, и он стал отцом хасидизма. В Меджибыжи. Мельницкая область. Так же самое Яков Франк начал действие позже, после смерти Башем-Това в Каменец-Подольском. Все тоже Хмельничино, тоже Подолье. Просто проследите некоторые вещи, изменения. Основная цель именно хасидов это было, знаете, вот такое обновление, обновление, которое было, нужно было тогда в еврейском обществе, было застой сильным. Вы можете много узнать из этой книги, но для меня очень важно то, что хасидизм это было опять же пробуждение среди еврейского народа. Основная мысль подготовить народ к приходу Мессии. Башевтов не брал на себя титул Мессии абсолютно. Даже было такое, что он просчитал, высчитал, что должен прийти Мессия, и поэтому поехал в Иерусалим, но не доехал туда. Было кораблекрушение, он вернулся обратно, и все просчеты насчет Мессии, который должен прийти, рухнулось. Понятно, да? Но услышите, вот те перемены, которые были в Европе относительно реформаторского движения среди христиан очень серьезные, повлияло на развитие и духовное развитие и еврейского общества, эти движения. Потому что вопрос оставался в том, кто наставил Башем Това в этом новом движении. Хасидизм считался сектой до определенного времени. До определенного времени это была очень большая секта. Они вкладывали смысл в молитве, бдении, достижения простых евреев, которые были может даже менее более грамотны. Они делали поселения такие, где приходили евреи и они молились. Есть источники такие, что некоторые из цадиков на сегодняшнем хасидского движения, они в молитве достигали например несколько дней они находились в молитве, в иступлении, в молитвенном состоянии несколько дней. Есть история, которую привозили Рави из Меджибежа, не Меджибежа, там есть Межирыча, а он болел, его привозили туда на молитву и он во время молитвы вставал и был в день несколько дней молитвенном состоянии. Поэтому если так взять в общем, то это было странное движение, даже есть сведения, что были большие поназовщины между еврейскими общинами относительно хасидов, да, хасидов и других, потому что движение это захватывало низшие слоя еврейского народа, понимаете, да, бедных людей, бедных евреев, и они в основном это было движение Витинская область, Хмельницкая область, вот эти Умэ, Черкасская область, потом перекинулся в Латвию, Литву, вот места, это через буквально, если там началось движение в каком-то 1600, ну, в 17 веке, да, то уже к середину, к концу 17 века это уже захватывало тысячи, тысячи евреев, тысячи евреев, потому что они прилагали усилия к изучению Торы, они к молитвам, и так далее, и так далее, и так далее, много нету информации о самом Беште, да, есть больше информации о его правнуке, это раби Нахман, которые сегодня приезжают в Умань, и там устраивают прекрасные вечеринки такие, да, или там движняк, в этом году 30 тысяч евреев там собралось, хотя до некоторого недавнего времени даже раби Нахман был на исключении из хасидской традиции, потому что в основном 8% его рукописей были сожжены, вот так, в таком, но на самом деле интересная позиция, потому что это новое движение заставило еврейский народ опять идти к переменам, Яков Франк, который тоже был из тех же евреев, Яков Лейбович Франк, да, он родился в селе Королевка и воспитывался в Черновцах. Что произошло? В свое время он увлекся тем же Саботаем Цви, помните, мы говорили, да, и все его позиция, его относительно к Торе и изучение всего, и он смешал, услышите меня, пожалуйста, он смешал католицизм и иудейство вместе. Он выставил, конечно, претензию к евреям, относительно Талмуда, Талмудических всех позиций и заставил епископа над Каменсподольском произвести суд, был суд между Франком и раввинами Каменсподольска, где католический священник или представитель Папы Римского запретил Талмуд в Подолье. Это была серьезная позиция. С своего рода движение захватило очень многих людей, евреев того времени. Есть исторические данные, потихоньку такие, что крестилось в это время, потому что католическая церковь заставила его креститься, потому что там был некий культ, они опасались относительно женщин, относительно оппозиции, кто такая женщина, были странные моменты среди этого движения. Католическая церковь предложила им креститься. 20 тысяч евреев были крещены в католическую церковь. 20 тысяч. Это довольно большое движение. Почему я об этом знаю? Потому что я сам оттуда, из этих мест, и когда будучи верующим человеком, все, меня мой дядя спросил, почему я так сильно увлекся иудейской позицией, мессианским движением, и все остальное. Я себя не отождествлял с еврейским народом, абсолютно, ноль по фазе был, понимаете, у меня по моему папе все были католики, из Польши и все остальное. По маме мы тоже знали, что они верующие, но это уже 50-летнего движения, это было новое движение. И мой дядя сказал мне, видно, ты не знаешь нашей истории, потому что у него тоже были позиции, которых писательская церковь не принимала относительно кто такая жена или женщина в семье, ее почтение, уважение, то есть чуть ли не божество такое, что очень сильно было похоже на учение франка и фактически такое движение как франкисты. Я слышал об этом, и он мне просто намекнул об этом, что мы крещеные, мы крещеные католицизмы евреи. А моя прабабка, когда писательское движение коснулось духовного крещения, она пришла в семью и сказала, я нашла настоящую веру. Это такой поворот, я говорю о поворотах нашей семьи. Я, конечно, мне не очень приятно об этом говорить, что мы там были сектантами, франкистами, такими, но до одного момента в группах франкистов, евреев, они были влиятельны, они были изгнаны тоже из Подоли, они оказались в Польше потом, франку, у него было много паломников у него, и поддержки было много, в конце концов, он себя объявляет мессией, свою дочь, он там чуть ли не Мария, там типа такого, знаете, позиция тоже святая, и была в запрете эта группа, они доходили до такого, что местописание, помните, где когда будет произобиловать беззаконие и будет произобиловать благодать, да, вот, и они доходили до такого, что совершали налеты, убийства, для того, чтобы благодать поднималась, то есть такого выходила, это считалось сектой, и я согласен, это не было Божьим правительством, но все-таки мы говорим о том, тех переменах, которые ожидались среди еврейского народа, при всей перемене, всех вопросов, еврейский народ был затронут частично во всех сферах, мы говорим о жидовствующих, православной церкви, католицизме, мы знаем, некоторые вопросы поднимались, Маранас, больше-больше евреев, они были в церквях отвергнуты своими народами, да, но через некоторое время, вот, еврейское понимание о Танахе, о законе Божьем, все-таки возвращало их к понятию, что они, будучи еврейским народом, должны исполнить свое предназначение, и Мессия Иешуа становился для них таким двигателем для исполнения своего предназначения, и по этой причине даже в Испании им предложили выезд в разные места, потому что они все-таки продолжали проповедовать Танах, они говорили о обрезании, они о исполнении закона, и так далее, и так далее, и так далее. Мы говорим это уже начало 18 века, начало 18 века. Ой, эта история, конечно, она очень интересная, потому что там начинаются другие позиции. Мы говорим о переменах, которая захватила Европу и захватила одного из людей в еврейском мире. Его называют Раби, который фактически на наш взгляд первый, кто будучи евреем принял Мессии Ишуа и организовал первую мессианскую общину 19-го столетия. его зовут Иосиф Рабинович. Иосиф Рабинович. Он родился в 1837 году в Бессарабском местечке. Мы сейчас скажем. Иосиф Рабинович родился в 1837 году в Бессарабском местечке. Это не была Молдавия, как она часто нас любит говорить, это Бессарабия. Город такой резины. Те, кто ближе к Молдавии, да. Это правый берег Днестра. Он родился в хасидской семье, очень известной семье. он был внуком аргеевского раввина Вольфа Рабиновича. Вольф, да, дед. Вы должны понимать, в хасидизме есть кланы семьи. Откуда ты, как ты, это очень важная тема. И он изучал всю литургию и всю ученость хасидизма и еврейского обучения. Мишну, Гемару. Комментарии Раши. Пока вы не знаете что-то такое многие, но это интересно знать. В 16 лет он увлекся литературой, особенно древнееврейской языке. Он сильно полюбил изучать древнееврейский язык. древнееврейский язык. Я понимаю, что вы должны, я знаю, что мне хочется сказать, что если Библия была написана на разных языках, на арамейском, на греческом, тогда здесь древнееврейский имеется в виду то, что предвестивалось еврейскому языку, даже современному, потому что современный еврей, он образовался уже после, намного позже, потому что в то время они говорили наидыш, на иидыш. Это не древний, это иидыш, это тот же немецкий, только немножко посмешнее. Не поняли? Ну ладно, хорошо. Да, это была шутка, спрашивают, что такое иидыш, это тот же немецкий, только смешнее немножко. Первый раз Рабинович познакомился с христианством таковым, это через человека, которого в городе называли вольнедумцем. Его звали Ихлцви, Гершон, Гершонзон, вольнедумцев. Так что среди евреев всегда находились кто-то, кто вольнедумствовал. Он смотрел по разным местам. Ихлцви, Гершонзон, Гершонзон. Это Киеве, Гершон, Гершонзон. Чем эта встреча была важна? Этот человек, еврей, будущий вольнедумцем таким, привез из Лондона ему Новый Завет на древнееврейском языке. И так как, будучи увлеченным древнееврейским языком, конечно же, ему хотелось это прочитать. Вы должны понимать, что в Англии в то время находилась миссия, которая работала с еврейским народом, состоявшая из евреев, большинство из них было из евреев. Это Медмей, такая миссия была. Целью ее было распространение Евангелия среди евреев. Мы говорим о переменах, вот они, перемены начались, такие серьезные. Англия, помните, кто у нас был в Англии, первый реформатор, Вильштейн, Вильсбург, как тогда, мы говорили, который, Викфельд, Викфельд, да, извините, пожалуйста. Викфельд был первым реформистом, это была Англия, первый раз перевели Библию на английский язык. Там же в Англии была миссия Медмей, которая распространяла Евангелие среди евреев. Прочитав этот Новый Завет, он не обратился, он не стал христианином, он не стал, можно сказать, таким, сразу перемены такие пришли. Перемены пришли, когда он после чтения Нового Завета, и у него появилось очень большое желание поехать в Иерусалим, даже не в Иерусалим, в обитованную землю, посетить святые места. И вот там произошли перемены. он приехал оттуда уже измененным. Я не буду говорить, что он занимался предпринимательством, он и сахар продавал, и все, потом склады сгорели у него, потом он стал юридически помогать людям, потом он писал статьи в Санкт-Петербургской газете и в Одессе, он отпечатался сгорелся. Но вот именно в начале 80-х годов того столетия, 1880-х году, он делает этот переворот в своей жизни. Он едет в Палестину и сделал полное решение. то есть в 1880-м он в Палестине приходит к выводу, что именно христианство спасет мир. Он приходит к такой идее, что именно обращение к Мессии, ко Христу поможет спасти еврея, потому что он видел нищету и бедность еврейского народа. И тогда Бессарабио приезжает и открывает иудея христианскую религиозную общину. он выпускает на древнееврейском языке катехизис нового учения, 12 тезисов веры. в Кишиневе. В Кишиневе. Кишинево это считалось тогда, еще Бессарабио, это не была Молдавия. Первую еврейскую христианскую такую христианскую. Но она не называлась церковью, это была синагога. Где-то примерно 1883 год. Молитвенный дом такой. Служба проводилась на идыше. И позицию Рабинович взял протестантскую. Слышите, нет? Протестантскую позицию относительно веры. Он не переходил, не брал восточный или западный обряд с исторических церквей, а протестантскую. И уже в 1899 году он умер от малярии. В 1899 году. После того, когда вы можете зайти на сайт ишуа.org и даже на наш сайт, мы сделали фильм о Рабиновиче. Не, тот, там, где Сеня. А, Овербух. Рабиновича мы не сделали. Но есть книга Иосифа Рабиновича, там есть много историй. Но очень важно понять, что Иосиф Рабинович не имел в своем разуме либо на сердце сделать это новое движение влиятельным по всей земле. То есть, он не смотрел над целью того, чтобы распространить учения в остальных местах Российской империи. Поэтому дело Рабиновича как таково продолжительности не имело. Синагога была в запущении потом, распалась и таких сильных последователей неба, кроме нескольких людей, которые были в разных местах, особенно в Одессе, потом они приехали, это были последователи, после того, как они были посланы обучаться в другие места. Вот такая позиция. Почему я говорю об этом? Это уже современная история. Мы говорим о возрождении. И это возрождение было серьезным. Вот такие маленькие вспышки веры начинались именно на территории Пруссии, это считалось, Пруссия. Мы говорим о том, что развитие хасидизма, движение в сторону мессианства, это через Якова Цви, Якова Франка, и это перемены, которые приходили в общество посредством реформации. Потом мы сейчас пойдем на перерыв, и мы займемся уже современным мессианским движением, которое на сегодняшний день мы Продолжение следует... Продолжение следует...